Так, и я работал на нескольких работах, и одна из моих работ была педагог-воспитатель в комнате школьника. И я организовал клуб трудных подростков. Они тогда, пацаны, ушли в токсикоманию, начали нюхать мастику и так далее. И я вроде бы вёл кружок, вроде бы кружок вёл, но я попросил, чтобы мне кружок перенесли как можно позже, на вечернее время. Выпросил самовар, так принёс гитару, и пришли трудные подростки в РЛЗ. То есть, такие нормальные пацаны, у которых вставала дилемма пойти понюхать мастику или пойти к папе Лёше. Они меня папа Лёша звали. И вот они приходили, и вот тогда, я не скажу, что я там намного умнее или ещё что-то, но когда мне есть чем поделиться, я не думал, что я там много рассказываю или ещё что-то. Я просто со стороны своего возраста, да, вот если я пацаны, я понял, что они от меня отличаются. То есть, я был другим подростком. И я с интересом к ним. И почему бы я вот так не делал бы, как они? Почему я? Я просто начал пытаться с ними дружить, но опыт у меня больше и уважение. И я автоматически стал папой Лёшей. Когда я там одному пацану, уже его должны были там в психушку за токсикоманию, я кое-как за него вступился, и я его положил в обыкновенную больницу, я расширил настолько спектр, что там ну совсем всё по-другому изменилось. Там, конечно, меня вообще зауважали, но я понял, что им надо отвечать-то, и какие вопросы у них. Никакие там о жизни, которых мы не знаем. А они просто спрашивают, а как с девчонками? А как вот это? И когда я им просто рассказал про секс, но не так, как о ней разговаривают. И не так, как сам когда-то услышал, а просто по-честному рассказал. И чем это грозит? Чем вот это грозит? Чем вот это грозит? Чем секс грозит? Почему секс в табуированном тему? Потому что там есть обязательная опасность. И какая опасность? Что такое опасность? И опасность определяется обратимостью процесса. И вот когда я им навёл резкость и сказал, что есть понятие обратимость процесса, вот ты не делай то, что назад вернуть нельзя. Опа! И они задумались. И когда потом моя коллега, которая работала в детском доме, она пришла и говорит, а как ты своим пацанам вот это объяснил? Я говорю, да по-честному. Сидели вот так в гараже. Занятия кончились, да, я ещё сторожем в гараже и шофёром подрабатывал. То есть я сначала самый лучший, кто себя хорошо вёл, имел право поехать со мной потаксовать. Ну тогда струной резали этих таксистов. И чтобы струной не резали, самый лучший, кто лучше всех себя вёл, кто заслуженный. То есть тот садился сзади меня, я ехал таксовать, а эти в это время охраняли гараж, чистили картошку, варили суп, мы приезжали, так, всё, там хавчик, и начинался разговор по душам. Вот эти вот… Все родители знали, где эти пацаны, и они были счастливы, что это пацаны вот у дяди Лёши, у папы Лёши, вот там в гараже. То есть всё, они сами да… Это же прекрасно, но нету… Тихо, я тогда воспитывал, вот сразу, я воспитывал не своих, я их не воспитывал. Тихо. Тихо.